Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг», а сейчас я нахожусь на складе нашего двухколесного бренда «МотоСтронг». Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы и продаются по очень заманчивым ценам. Мы настолько уверены в их состоянии, что вы можете проверять их с любым экспертом. Хотите, снимайте пластик и меряйте компрессию. Также поможем с доставкой в Россию. А если надо, то нашему клиенту мы сохраним мотоцикл совершенно бесплатно на нашем складе до сезона. Все ссылочки и подробности в описании. Ну а прямо сейчас мы разберем винтажный двигатель от Volkswagen. Итак, встречаем 1.7 SDI. В 1996 году концерн Volkswagen представил атмосферные дизельные двигатели семейства EA 180. Эти двигатели имели объем 1.7 и 1.9 литра. Коммерческое обозначение SDI. Данный мотор младший объемом 1.7 производился с 1998 по 2005 год. Устанавливался на Cadillupa Polo, а также на Seat Arosa. Сегодня мы будем разбирать двигатель 1.7 SDI, снятый с Volkswagen Polo 1998 года выпуска. Двигатель 1.7 SDI имеет непосредственный впрыск дизельного топлива, управляемый ТНВД распределительного типа. В основном же это классический двигатель Volkswagen 90-х годов. Чугунный блок, алюминиевая голова, один распредвал, 8 клапанов с гидрокомпенсаторами в приводе ГРМ, зубчатый ремень, который приводит еще промежуточный вал, который приводит вакуумный насос и маслонасос. У этого двигателя упрощена система вентиляции картерных газов. Здесь нет внешнего управляющего клапана, а картерные газы во впуск отводятся через лабиринт в клапанной крышке. Двигатель 1.7 SDI устроен очень просто. В нем нет даже датчика массового расхода воздуха. Для соответствия нормам Евро-3 данный двигатель получил систему рециркуляции отработавших газов. Педаль газа электронная. Вообще, этот двигатель очень надежный и способен минимум пройти 500 тысяч километров. Ну что, глядя на комментарии, вы кого-то заждались. Итак, встречаем, Павел! Здравствуйте! Мы начинаем нашу разборочку! С приходом холодов может появиться проблема с запуском двигателя. В этом может быть виноват датчик температуры охлаждающей жидкости, который подает ВБУ неправильные данные о температуре двигателя. Из-за этого параметры впрыска не будут оптимальными. Двигатель может не заводиться, либо же долго заводится, пока температура не достигнет той самой некорректной. В ВБУ может быть зафиксирована ошибка по датчику температуры и двигатель может завестись при отключении разъема датчика температуры охлаждающей жидкости. Клапан рециркуляции отработавших газов с пневмоприводом и встроен во впускной коллектор. За управление отвечает электровакуумный клапан N18. В зависимости от режима работы двигателя существует два режима работы клапана – либо он полностью открыт, либо закрыт наполовину. Вообще, этот клапан редко загрязняется и сохраняет подвижность. Но если он все же подклинивает, то наблюдаются рывки при разгоне и потеря мощности. Возле клапана EGR установлена еще одна воздушная заслонка, так называемая захлопка, которая закрывается в момент глушения двигателя и открывается через три секунды. За ее управление отвечает клапан электровакуумный N239. Но бывают такие ситуации, когда захлопка остается закрытой. Тогда двигатель не запустится из-за того, что во впускной коллектор не поступает воздух. Тогда надо визуально найти шток заслонки и принудительно ее открыть. Отработавшие газы из клапана EGR поступают по вот этому каналу, и они не должны попадать в эту часть впускного коллектора. Но здесь мы видим много сажи и масла, а газы сюда просачивались через уплотнение вот этих трубок. Видите, все трубки шатаются. Такой ситуации быть не должно. И это говорит о том, что цилиндропоршневая группа усажена в усмерть. Вакуумный насос установлен на блоке цилиндров сзади. На вакуумном насосе установлена крышка со штуцером. Штуцер может поломаться со временем или из-за неаккуратного обращения с ним, например, при замене вакуумной трубки. Тогда ремонт влетит в копеечку, потому что оригинальная крышка со штуцером стоит 120 долларов, но заменитель уже есть. Стоит 30 долларов. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Вот это дополнительный шкив, который приводит тот самый промежуточный вал. Надо обратить внимание, что помпа здесь приводится ремнем навесного оборудования. Поэтому если ручейковый ремень порвется, то это чревато перегревом двигателя. А если в атмосферном дизеле порвется ремень ГРМ, то это приводит к загибанию клапанов. Двигатель 1.7 SDI оснащен распределительным топливным насосом высокого давления Bosch WP37 с электронным управлением. Подача топлива прекращается клапаном отсечки. Автомат опережения впрыска управляется электромагнитным клапаном. Также здесь наверху находится регулятор впрыска. Он регулирует количество впрыскиваемого топлива по команде от ЭБУ, а тот в свою очередь получает данные от электронной педали акселератора. По мере износа топливонасоса высокого давления и цилиндропоршневой группы двигателя понадобится тонкая регулировка угла опережения впрыска, как правило, в сторону увеличения угла. То есть впрыск должен быть более ранним. На такую необходимость указывается тряска холодного двигателя на холостом ходу и при увеличении оборота. В такой ситуации двигатель часто дымит синим дымом. По мере прогрессирования износа двигатель может продолжаться трястись и при полном прогреве. Регулировка угла опережения впрыска на более ранний двигатель производится поворачиванием самого ТНВД против часовой стрелки, то есть ближе к блоку цилиндров. При этом приводная шестерня, то есть ее положение, никак не изменяется по отношению к звездам распредвала и коленвала. Регулировать угол опережения впрыска можно на слух, пока двигатель не начнет работать ровно. Также контролировать угол опережения впрыска можно и с помощью диагностического ПО. Вообще двигатель будет отлично работать, если угол опережения впрыска на 0,2 градуса больше запрашиваемого. Ну а если после этих процедур двигатель не стал работать ровнее, то надо обратить внимание на форсунки. Скорее всего, изношены распылители. При сильном износе плунжерной пары ТНВД Bosch VP37 двигатель может не заводиться до охлаждения ТНВД. ТНВД можно охладить принудительно, полив его водой. И если после этой операции двигатель запускается, то тогда надо реставрировать ТНВД либо покупать новый. Ну, естественно, в «АвтоСтронге». Также ТНВД Bosch может течь топливом по всем резиновым уплотнениям. Резиновые уплотнения продаются как ремкомплект с двумя металлическими шайбами. Чаще всего течь возникает по крышке регулятора. Заменить эту прокладку можно самостоятельно. Для этого надо открутить вот эти четыре болта, но предварительно нанести метки, чтобы установить регулятор в прежнее положение. По мере эксплуатации может понадобиться регулировка цикловой подачи топлива, если двигатель очень сильно потерял в тяге. Для этого с помощью диагностического ПО надо убедиться, что фактическая цикловая подача не соответствует запрашиваемой. Затем открутить те же четыре болта и легким постукиванием смещать крышечку назад в сторону топливопроводов, а затем убедиться, что фактически впрыскиваемое топливо соответствует запрашиваемому. При больших пробегах ослабевает болт шкива коленвала, и это может привести к стачиванию вот этого полумесяца, что обязательно приведет к встрече поршней и клапанов. Следом обязательно разобьется посадочное место на шейке коленвала. Механические форсунки двигателя 1.7 SDI имеют отличный ресурс. Они просто и легко ремонтируются и регулируются. Одна из форсунок оборудована датчиком подъема иглы. Это надо для того, чтобы ЭБУ зафиксировал начало впрыска. Эта информация, в свою очередь, нужна для того, чтобы регулировать угол опережения впрыска. Со временем провод может оборваться либо оборваться обмотка датчика. Тогда появится соответствующая ошибка и регулирование угла опережения впрыска прекратится. Сопротивление исправной обмотки датчика должно быть от 80 до 120 Ом. Если порвалась обмотка, то надо покупать либо же БУ форсунку, либо ремонтировать обмотку. Уже есть мастерские, которые оказывают такие услуги. Клапанная крышка установлена на толстой резиновой прокладки, которая продается как отдельная деталь. Поэтому при возникновении течи масла ее легко заменить. Один распредвал с внушительными кулачками, которые давят на гидротолкатели. По состоянию здесь все хорошо, никакого износа мы не наблюдаем. Черное масло – это абсолютно нормально для дизельного двигателя. С ГПЦ данного двигателя ничего плохого не случается. Если говорить о состоянии, то мы видим толстый слой масляного нагара. А это говорит о сильном масложоре. Блок чугунный, хона в цилиндрах нет совсем и дичайший нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по традиции мы расскажем о том, что в этом видео мы расскажем о том, что в этом видео мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору. А в данный двигатель подойдет масло Elf Evolution 900 NF с вязкостью 5V40. Выгодно его приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера – компании Armtec. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел Elf в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. А теперь о состоянии. Все, на удивление, неплохо. Единственное, к чему можно придраться, это к бороздам на одном коренном вкладыше. Все шатуны и вкладыши в хорошем состоянии. Коленвал тоже выглядит отлично. Обратите внимание, что маслосъемные кольца практически чистые, отсутствует нагар на жировом поясе. Мы можем сделать вывод, что этот мотор ел масло из-за отсутствия хона и из-за изношенных поршневых колец. Верхние коренные вкладыши выглядят вообще как новые. Кому интересно, в блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали классический надежный дизель из 90-х. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».